Вы знаете, что предложение — это слово или несколько слов, в которых заключается вопрос, сообщение, побуждение. Просьба, приказ, совет. Эти слова должны быть связаны между собой по смыслу и грамматически. «Лучик солнца разбудил Дашу» — предложение. Однако «солнце разбудил» — не предложение, так как нет законченности. Законченность на письме передают знаки препинания в конце предложения, так называемые знаки завершения — точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие. Что значит грамматическая связь? Иностранец скажет «Дети играл в мяч». Непонятно, сколько человек играли в мяч. Поправим иностранца. «Дети играли в мяч» или «ребенок играл в мяч». Подлежащее диктует требования к сказуемому. Если подлежащее в единственном числе, то и сказуемое должно быть в единственном. Если подлежащее во множественном числе, то и сказуемое тоже во множественном. В словосочетании и предложении слова связаны между собой по смыслу и грамматически. Смысловая связь словосочетаний устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому. Играли во что? В мяч. Разбудили кого? Дашу. Грамматическая связь устанавливается с помощью предлога и окончания. Дорогому другу. Главное слово — существительное мужского рода в дательном падеже. Зависимое слово — прилагательное в мужском роде в дательном падеже. Приближается к чему? К скамейке. Главное слово — глагол. Зависимое, существительное в дательном падеже с предлогом. Существует три типа словосочетаний. Глагольное — проложить маршрут. Именные — первое сентября, рисунок сестры. Наречные — совершенно необходимо. Словосочетание отличается от предложений. Словосочетание более точно, чем слово, называет предмет, его действия и признаки. Например, «море» и «черное море». Жить и жить дружно. Холодный и очень холодный. Предложение имеет грамматическую основу. Помним, что грамматическая основа не является словосочетанием, которое может состоять из двух главных членов или только из одного. После дождя выглянула радуга. Основа предложения — подлежащая радуга. Исказуемая — выглянула. «Люблю березку русскую, то светлую, то грустную». Прокофьев. Основа предложения, сказуемая «люблю». По количеству грамматических основ предложения делятся на простые, одна грамматическая основа, и сложные, две и более грамматических основ. С утра мы снова пришли на пасеку и любовались на своих пчел, носов. Предложение простое. Одна грамматическая основа. Мы пришли и любовались. Вверху над нами чернело небо, а на нем сверкали яркие звездочки, носов. Это предложение сложное, в нем две грамматические основы. Чернело небо, сверкали звездочки. Предложение может быть осложнено, например, однородными членами предложения. Вспомним, что запятая между однородными членами предложения не ставится, если между ними одиночный союз «и» или «да» в значении «и». Дни стояли морозные и светлые. Купите, пожалуйста, чай или сок. В огороде тут лягушка да мышь наружка. Запятая между однородными членами предложения ставится, когда нет союзов. Хорошо, весело, легко было на сердце. Если стоит союз «а», «но», «да» в значении «но». Решать задачи на уроках трудно, но интересно. Погода сегодня не солнечная, а пасмурная. Мал золотник да дорог, пословица. Есть группы однородных членов, соединенных союзами парами. На праздничном столе лежали конфеты и печенье, фрукты и пирожные. Вы знаете, что между подлежащим и сказуемым ставится тире, если они выражены одной и той же частью речи, существительным, неопределенной формой глагола. Россия — это самая большая страна в мире. Жить — родине служить, пословица. Чтение — вот лучшее учение, пословица. Повторим синтаксический разбор словосочетания и предложения. «Пришел в школу». В этом словосочетании главное слово «пришел». «Пришел куда?» — «в школу». «В школу». Зависимое слово. Главное слово выражено глаголом. Зависимое слово выражено именем существительным, связано с главным при помощи предлога и окончания. «В спокойном воздухе летят, серебрятся, длинные паутинки. Бианки». Это предложение повествовательное, не восклицательное. Основа предложения — паутинки, подлежащие, летят, серебрятся, сказуемое. В предложении есть второстепенные члены, поэтому оно распространённое. Паутинки. Какие? Длинные. Определения. Летят, серебрятся. Где? В воздухе. Обстоятельства. В воздухе. Каком? Спокойном. Определение. Паутинки. Что делают? Летят, серебрятся. Однородные сказуемые. Произносятся с интонацией перечислений.